Современная кондитерская промышленность предлагает впечатляющее разнообразие тортов и пирожных. С помощью разноцветной сахарной мастики создаются настоящие скульптурные шедевры. Даже скромный небольшой тортик сделает обыденное чаепитие праздничным, поможет отметить успешно завершенное дело. Однако насладиться кулинарным шедевром и не испортить впечатление от праздника можно только в том случае, если вы правильно выбрали сладкое угощение. Пластиковый привкус химического крема, черствые коржи – показатели недоброкачественной продукции. На что должен ориентироваться покупатель при выборе кондитерских изделий – сейчас расскажем. В зависимости от способа приготовления и рецептурного состава торты подразделяют на песочные, бисквитные, слоеные, заварные, вафельные с белковым, масляным, йогуртовым, сметанным кремом, со сливками с различными видами начинок и декором, комбинированные из полуфабрикатов. Срок годности зависит от ингредиентов и составляет от 7 часов до 3 месяцев. Основным сырьем для производства тортов и пирожных являются пшеничная мука, сахар, песок, жиры, молочные продукты, яйца-продукты. Также применяются какао-продукты, разные фруктово-ягодные виды сырья, полуфабрикаты, орехи, разрыхлители, ароматические вещества и другие виды сырья. Внушительный список сладких угощений дополняется таким же списком производителей. Однако для выпуска качественной продукции необходимы только качественное сырье и налаженный технологический процесс, который отвечает всем необходимым требованиям. При поступлении на предприятие осуществляется тщательный органолептический, физико-химический и микробиологический контроль. После этого для будущего нового ассортимента только разрабатывается контрольный образец по вкусу и по дизайну. Оставляется на хранение в морозильной камере при температуре минус 18 градусов и дефростируется в холодильной камере 4 плюс-минус 2 градуса Цельсия. На основании полученных образцов принимается решение для производства данного ассортимента. Следит за качеством производимой продукции на предприятии технолог. Он проверяет не только на органолептические показатели – вкус, цвет, запах, но и на физико-химические свойства товара. Бисквит проверяется не только на влажность, но и на правильность нарезки, чтобы при закладке торта форму соотношение крема и бисквита не нарушилось. Сироп на плотность, которая должна соответствовать рецептуре. Крем оценивается на соблюдении рецептурного соотношения сырья и плотность. Также тщательный контроль осуществляется за добавлением ароматизаторов и красителей. Готовое изделие проверяется не только на вес, но и на соответствие внешнего вида. В мои обязанности входят контроль качества полуфабрикатов, сиропов, кремов, бисквитов для изготовления тортов. И контроль качества готовой продукции, внешний вид, вес и другие качественные характеристики. Для того, чтобы на выпуске получить действительно качественную продукцию, необходимо провести бактериологические исследования. На крупных предприятиях есть свои лаборатории для проведения всех необходимых исследований. Технические условия на продукцию разрабатываются непосредственно на самом предприятии. Группы высококвалифицированных специалистов и утверждаются в установленном порядке. Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, на предприятии введены основные принципы КАЗ, согласно которым осуществляется постоянная производственная программа производственного контроля. Кондитерская фирма оснащена лицензированной бактериологической лабораторией. На предприятии, согласно утвержденному графику, проводится микробиологический контроль поступающего сырья, всех этапов производства и готовой продукции. На предприятии с меньшим объемом выработки продукции своей лаборатории нет, но качество от этого не страдает. Здесь есть свои особенности работы. Небольшой срок хранения выпускаемой продукции, реализация только в фирменных магазинах и проведение необходимых анализов в специализированных лабораториях. Продукция наша имеет небольшие сроки хранения, так как мы в составе не используем консерванты. Это 36 часов для продукции с масляным кремом, 72 для продукции с белковым кремом. Свою продукцию мы реализуем в магазинах фирменных, только ежемесячно проводятся микробиологические исследования продукции. Она сдается в органы санопедимстанции, продукция берется партиями. И большой акцент, конечно, делается все-таки на натуральное сырье. Это очень важно на сегодняшний день. Производство в небольших количествах позволяет сделать труд максимально ручным и использовать натуральные ингредиенты. При выборе нашей продукции покупатель, конечно же, обращает первое внимание на внешнее оформление. И мы стараемся следить за тенденциями, идти в ногу со временем. Мы этот торт украсили с ягодами, фруктами. Стараемся, чтобы людям понравилось. Мы стараемся совмещать качество и красоту в одном торте. Жители республики старания кондитеров ценят. Продукцию выбирают по внешнему виду и по составу. В первую очередь выбираю по натуральным ингредиентам. Что там используют, какие натуральные вещества. Химии не использую, не применяю. И, соответственно, потом вкус, красоту, тоже эстетика, чтобы можно было подарить. Это пирожное я выбрала, это белковое. Мои дети их любят. Это гости и ребятишки приходят столько, поэтому я и это выбрала. Оно по качеству, по сроку мне понравилось. Я выбираю этот торт, потому что это сливочный торт. И там мало всяких улучшителей, всяких добавок. Он натуральный. Дети его очень любят. И все же для того, чтобы из предоставленного производителем многообразия красочных тортов и пирожных выбрать действительно качественный продукт, необходимо знать основные правила. Оценить качество торта в магазине можно по нескольким признакам. Первое. Читаем состав. Растительные сливки, яичный порошок, маргарин часто заменяют в тортах натуральные молочные сливки, яйца и масло. Лучше найти торт, в котором эта замена не проводилась. Второе. Избегаем красителей. Слишком яркие кислотные оттенки искусственных красителей видны на глаз и должны скорее насторожить, чем порадовать покупателя. Третье. Консерванты Е200 и Е297 удлиняют срок хранения торта, но не улучшают его качество. Оцениваем срок хранения. Если он больше трех дней, натуральных составляющих в торте немного. Четвертое. Смотрим на украшения. Сахарное и кремовое сооружения, жемчужины, несъедобные каркасы, компоненты, выглядят красиво, но более полезны для здоровья цукаты, орехи, сухофрукты или натуральные фрукты в желе. Пятое. Внимание на этикетку. В случае с тортом мало просто убедиться, что срок хранения не истек. Нужно внимательно оценить этикетку. На ней должна быть маркировка производителя и дата производства. Этикетки продавца с датой расфасовки – способ продать просроченный продукт. Если же просроченный продукт или некачественный товар все же попал на ваш стол, ответственность несет производитель. Несет ответственность за хранение этого сырья, а также за технологический процесс, который осуществляется на предприятии непосредственно, а также за упаковку, маркировку, что немаловажно, потому что маркировка – это самый важный элемент психологического процесса на сегодняшний день для того, чтобы потребителю было понятно, из чего состоит продукт, что входит в этот продукт. Тем более, что на сегодняшний день у нас предприятия несут административную ответственность, если предоставляют недостоверную информацию на маркировке, этикетке. Информация на упаковке достоверная, товар не просрочен, но отравление все же произошло. Самое время обратиться за помощью к врачу и выяснить причину отравления. В этом случае, естественно, у нас контроль осуществляет Роспотребнадзор, контроль надзорный орган, который уже проводит проверку на предприятии, по какой причине произошло отравление пищевое, что послужило причиной этого отравления и насколько это все-таки принесло вред здоровью. И все же, зная все условия покупки сладкого угощения, не стоит забывать о главном – хранить его в холодильнике, вплоть до подачи на стол, не превышать допустимые сроки хранения. Это позволит избежать неприятных моментов и получить от угощения настоящее удовольствие и только хорошее настроение. Информацию о государственной поддержке начинающих кулинаров и активно развивающихся можно узнать на сайте центра «Мой бизнес Чувашия» – mb21.ru. Информация предоставляется абсолютно бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова